Приветствую вас, самое такое вот деликатное, что можно здесь порекомендовать, это то, что человек, не завершив свои просто отношения, да, значит, до сих пор переживает по их поводу. И вполне вероятно, что его бывшая, она держит его, она не отпускает, она не позволяет ему забыть себя до конца, вот, и, соответственно, он находится постоянно под её влиянием, ну, под её воздействием, вот. Может быть, он что-то хочет, может быть, у них там есть какие-то проблемы, ну, давние, которые у них были, вот, они их обсуждают, пытаются что-то решить, такое, в принципе, в общем и целом бывает довольно часто. Вот, то есть здесь вот так выглядит, и в этом случае вам нужно просто с, ну, со своим мужчиной поговорить, да. Вот, значит, поговорить и, соответственно, сказать ему, что вы в курсе того, что он ездит. И ездит, значит, ну, вот, туда, к бывшей, вот. И, что он собирается с этим делать, да. Вот. А, просто вот, что он собирается делать, значит, ну, с тем, что происходит, вот. И если он понимает проблему, да, вот, если он понимает ситуацию, если он понимает всю, так сказать, абсурдность и конфликтность ее, вот, то, соответственно, я думаю, что вы вполне можете направить его к психологу, да. и он уже поможет, значит, ему, мужчине, справиться с проблемой. Вот. Это, значит, это что, значит, как видится мне ситуация, именно в контексте мужчины. Вот. Что в контексте вас, да? В контексте ваш. Откуда вы знаете, что он это делает? То есть вы за ним следите или что? Какие причины стимулируют вас следить за ним? Вот. То есть неуверенность в себе, страх потерять человека или что-то еще. Вот. То есть подумайте об этом. Подумайте. Складывается такое ощущение, что вы ему не доверяете. Это понятно, но если вы ему не доверяете, то отношения нужно прекращать либо делать правду. Вот. А вы же ничего этого как будто бы не делаете. Вот. Поэтому я думаю, что этот момент тоже нужно обязательно прояснить. Для вас. Потому что в противном случае вы будете, ну, в таких отношениях находиться достаточно негативных для себя. Вот. Ну, именно вот по причине, да, что вы чувствуете себя не единственной женщиной в жизни мужчины. Ну, вместо того, чтобы, значит, вместо того, чтобы поставить вопрос ребром, да, вместо того, чтобы поставить вопрос прямо. Вот. А вы вместо этого играете, ну, знаете, в какую-то конспирологию. Вот. То есть, зачем это всё? Да? Для чего это всё? Вот. Для чего это всё? Для чего это вся конспирологическая теория? Вот. Понимаете? То есть, тут нужно принимать решение. Уже вам. Да. То есть, если мужчина, допустим, там, не отвечает вашим представлениям о том, как должны выстраиваться отношения. Вот. То, соответственно, вопрос такой. Ради чего я с ним? Зачем я с ним? Я с ним, там, чтобы, ну, чтобы что? Вот. Вот это, пожалуй, наше трея является самым таким важным моментом, если мы хотим понять, что с вами происходит. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу сказать вам. Да? Также, что важно, что важно, да, что важно? Важно то, важно то, по какой причине вы интересуетесь поведением мужчины. То есть, вас это волнует. Вас это волнует. Очевидно. Очевидно, что вас это волнует. Очевидно, что вас это беспокоит. Вот. Это, значит, понятно, что вас это волнует и беспокоит. Вот. Так. Ну, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Вы ориентируетесь на себя? Вот. Вы ориентируетесь на, точнее не на себя, а вы ориентируетесь на него, на вот мужчину. Вот. Значит, и, соответственно, нужно, чтобы вы стали ориентироваться на себя. Я так думаю. Так что, здесь, конечно, вопрос о вашей самооценке. Стоит, здесь идёт, здесь стоит вопрос о том, чего вы сами для себя вот хотите, да, каких отношений вы для себя хотите. Вот. Насколько вы, значит, по-здоровому их выстраиваете. Сейчас, скажем так. Да. Вот. И вот уже исходя из этого, я думаю, можно будет вам что-то рекомендовать. Вот. А пока, пока либо, либо вы мужчину своего чем-то не удовлетворяете, да, вот, либо он просто не может никак завершить отношения вот эти вот, значит, с этой женщиной бывшей. Вот. А если разговор не поможет, да, то, я думаю, имеет смысл попробовать понять, что мужчине нужно, вот. и, соответственно, постараться дать ему это, ну, то есть, чтобы, чтобы, вот, он, чтобы не было, ну, чтобы не было, ну, чтобы не было, вот, такого. В будущем, будущем, да, чтобы он не хотел ездить, к, значит, ну, к другим, да, женщинам, вот, чтобы он не хотел, не хотел, как-то, ну, ну, на стороне искать, то, что ему не хватает. Вот. Ну, это, конечно, решать исключительно вам, вот, и никому больше. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.